Я показываю вам это прямо сейчас на своём канале, не только потому, что хочу, чтобы вы это знали. Я показываю это ещё и потому, что 99% населения планеты не обращает внимания на то, что вообще происходит. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня у меня для вас достаточно агрессивный, но интересный контент. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, что произошло с Ripple XRP в Соединённых Штатах, о расколе в американском правительстве, а также о том, что именно будет сделано до 1 января 2020 года. Это изменит финансовый мир сначала в Америке, а потом и во всём мире. Но самое интересное в том, что 99% населения этой планеты об этом даже не догадываются. Если вы хотите поддержать этот контент, не забудьте поставить лайк. Давайте наберём хотя бы 3000 лайков. Это моя мотивация работать дальше. И не забывайте, мы самая активная и сплочённая криптосемья на просторах русскоязычного Ютуба. Начнём с того, что опубликовал у себя в Твиттере мистер Левел Апп, достаточно известный энтузиаст Риппла. После того, как я покажу вам отрывок из его видео, я дам несколько своих комментариев. В этом видео он делал анализ графика XRP. Я думаю, холдерам Риппла или тем, кто планирует в него инвестировать прямо сейчас, нужно его посмотреть. Особенно на фоне тех новостей, которые я узнал о Риппле вчера. Потенциально Риппл XRP может покинуть территорию Соединённых Штатов. Лично я считаю, что это всего лишь разыгранный спектакль, который американские регуляторы используют в своих целях насчёт Риппл XRP. Но тем не менее, плохой сценарий всё-таки не исключает того, что Риппл XRP выпроводят из Соединённых Штатов. И это не мои слова, а слова Криса Ларсена. Это один из основателей Риппл Лабс. Я покажу вам отрывок из блокчейн-конференции, где он об этом говорит. Пожалуйста, держите это в уме, когда посмотрите следующий видеоотрывок. Если что, в нём мистер Левел Апп сравнивает уже существующую ситуацию с той, к которой мы сейчас находимся. Это важное обновление о Риппл XRP в продолжении вчерашнего. Я хочу кое-что добавить. Вместе с Кевиным мы анализировали фракталы и паттерны, чтобы понять, что будет дальше. После длительного анализа вот что мы обнаружили. Вот здесь и здесь очень похожие моменты и выглядят достаточно многообещающе. Я проанализировал четыре фрактала, чтобы понять, где мы находимся. Видите вот эту фигуру вот здесь? Угадайте, что? Такая же находится и здесь. Эти движения здесь точно такие же, как и здесь. Видите, что после этого происходит? Сначала вверх, потом падаем вниз, чтобы снова развернуться вверх. Посмотрите, здесь цена пошла вверх. В такой же позиции мы находимся прямо сейчас. Видите, все эти четыре фрактала просто одинаковые. Вот эта точка здесь может оказаться актуальной сегодняшней позицией. Цена вышла за пределы средней скользящей. Давайте я покажу вам более глобальную картинку. Посмотрите, здесь был забег и многочисленные пики. И здесь то же самое. Вот этот момент вот здесь, это вот этот момент вот здесь. Затем цена идет вверх к 200-дневной. Здесь то же самое. А затем мы видим откат цены вниз. Вот эта фигура вот здесь, это актуальная фигура вот здесь. В этой фигуре мы находимся как раз на последнем этапе роста. И посмотрите, что произошло затем. Посмотрим, прав ли я. Это видео лишь подтверждает то, что новость о том, что Ripple XRP потенциально могут выгнать из США, воспринимается людьми как негативная. Лично я почти никогда не обращаю внимания на графики. По крайней мере с таким маниакальным упорством, как раньше. Причина крайне простая. Я нахожусь в криптомире слишком долго. И я давно понял, что все эти движения происходят только тогда, когда они происходят. А не тогда, когда об этом расскажут в очередном видео. Я делаю очень много других вещей и работы в своей жизни. Мне уже не доставляет сутками торговать. Я нахожу больше смысла в том, чтобы делать что-то в реальной жизни, чем часами сидеть за графиками. Если это ваш способ получать удовольствие от этой жизни и зарабатывать деньги, занимайтесь этим на здоровье. Я выбрал другой путь и стиль жизни. Я не обращаю внимания на графики. Я обращаю внимание на все геополитические процессы, происходящие в мире. И почему они становятся катализаторами принятия криптовалют, цифровых валют и Ripple XRP, если речь идет о новой цифровой банковской системе. Короче говоря, я смотрю далеко вперед. В том числе и в перспективах своего YouTube канала. То, что я собираюсь делать, это первое – холдить. И второе – всегда иметь под рукой достаточно фиата, чтобы купить при любой удобной возможности еще больше. Друзья, я давно достиг своих четких целей накопления криптовалюты. Причем, если речь идет о биткоине, то с момента крайнего медвежьего рынка я накапливал его, начиная с 4000 долларов и дальше по лестнице. Поэтому в моем случае быть жадным – это нормально. Если цена пойдет вверх, я буду в выигрыше. Если вниз, я уже практически ничего не потеряю. Зато буду иметь возможность аккумулировать еще больше криптовалюты. Вот что означает быть долгосрочным инвестором. На протяжении множества лет ваши риски будут уменьшаться с течением времени. Но если вы новичок и у вас нет массивных позиций, вам нужно быть осторожнее со своими эмоциями, страхом и жадностью. Потому что все может произойти. Например, вчера я увидел выступление Криса Ларсена о цифровых валютах, в том числе и о Ripple XRP в Соединенных Штатах. Он сказал, что США может перестать быть родиной для Ripple XRP. Лично я хорошо отношусь к команде Ripple, Крису Ларсену, Брэду Гарлинхаусу, который является прекрасным оратором и руководителем, и который упорно игнорирует мои обращения. А Крис Ларсен и вовсе дикий, в хорошем значении этого слова. Он находится за кадром, но двигает большие объемы работы для компании. Я помню, как Facebook объявил о своей криптовалюте и опубликовал белую бумагу Libra. Именно это и стало отправной точкой для центральных банков, которые начали работать над новой финансовой системой, для которой будет использоваться и Ripple. Если вы смотрели мои видео и видели все эти документы от финансовых институтов мирового значения, мне не нужно снова повторяться о системно важном значении Ripple XRP для них. Libra от Facebook стала серьезным катализатором всего происходящего. Но прямо сейчас Крис Ларсен заявляет о потенциальной возможности выпроводить Ripple XRP из Соединенных Штатов. Это может стать последним катализатором для пробуждения регуляторов, как я и говорил. Послушайте этот отрывок Криса Ларсена. К сожалению, лучшего качества трансляции я не нашел. Напоминаю, Крис Ларсен это один из основателей Ripple. Сообщение заключается в том, что блокчейн-цифровые валюты больше не приветствуется в Соединенных Штатах. Если ты хочешь быть в этом бизнесе, скорее всего тебе придется делать это в других странах. Если честно, мы задумываемся о переносе офисов куда-то в более дружелюбные юрисдикции, чем США. Например, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Япония. К сожалению, нам придется закончить со всем этим. Мы потеряем лидерство и контроль в работе над глобальной финансовой системой. Прежде всего, это будет трагедией для самих Соединенных Штатов. Не хочу затягивать, но еще одна вещь, о которой стоит подумать, что этот шаг позволит Китаю стать неоспоримым лидером. Мы сможем даже увидеть такую систему, которая будет решать, кто вообще может совершать платежи, а кто нет. Это будет самым ужасным сценарием для американцев. Друзья, я скажу вам, что Крис Ларсен сделал в этом интервью. Это интервью – это его призыв на весь мир к регуляторам. Но не о том, о чем вы подумали. Нет, он не призывал США одуматься и не выталкивать Ripple XRP за пределы страны. Наоборот, он сказал, что без Ripple XRP американцев ожидает худший сценарий развития новой финансовой системы, в которой они могут потерять лидерство и контроль. Только вдумайтесь в это. Крис Ларсен говорит Соединенным Штатам, что он, основатель Ripple Labs, отец будущего мировой финансовой системы. И я полностью с этим согласен на самом деле. Сколько еще документов мне поднять? Сколько еще раз разоблачать Международный валютный фонд? И сколько еще раз мне нужно копаться в архивах Всемирного экономического форума, чтобы это доказывать? Ripple XRP системно важен для того, что пытаются построить банки. Это неоспоримый факт, как и то, что цена XRP не должна из-за этого расти. Однако я верю и в нее. Конечно, я осознаю, что мои спекуляции насчет будущего Ripple гиперболизированы. Но зато эта гипербола построена не на чистом воздухе. Она подкрепляется мною документированными фактами. Ситуация в Штатах накаляется не только вокруг цифровых активов и регуляторов. Она накаляется и между президентом и Федеральной резервной системой, между республиканцами и демократами. И, возможно, для этого есть одна причина, о которой я расскажу, и вы даже не подозреваете, что это за причина. В общем, Джером Пауэлл выступил в отчаянном призыве. Он говорит, США сталкиваются с трагическими рисками из-за того, что делают слишком мало для поддержки экономики. Я хочу сказать вам, что за весь срок своей работы Джером Пауэлл таких заявлений еще не делал. Это означает лишь то, что экономика раздроблена и сломана. Она требует постоянных вливаний, чтобы оставаться на плаву. Вот что на самом деле хотел сказать глава Федеральной резервной системы. Это фактически публичное признание. Иллюзорная экономика центральных банков подходит к концу, и они уже чувствуют острую необходимость в создании новой системы. Иначе мы увидим вторую Великую депрессию. У нас есть кризис здравоохранения. К нему добавился финансовый кризис. Что привело к политическим волнениям везде, к социальной нестабильности? Посмотрите на Беларусь, посмотрите на США, посмотрите на Киргизию, посмотрите на Южный Кавказ и так далее. Планета практически вся восстала. И ко всему этому давайте прибавим заявления Дональда Трампа вчера вечером, которые привели к большой волатильности абсолютно на всех рынках, насколько я знаю. Американский президент остановил всякие переговоры о новом пакете финансовой помощи для экономики, пока не будут проведены выборы. Как мы видим, Трамп резко изменил свое мнение и решение, причем кардинально. Поэтому и нужно внимательно следить за политиками, у которых 7 пятниц на неделе. Пелоси, Мнучин, Трамп. Их дискуссии насчет финансовой помощи остановлены до послевыборного времени. Я длительное время спекулировал тем, что для этого нового пакета финансовой помощи будет использован цифровой доллар. И этому есть доказательства. Возможно, Трамп резко изменил свое мнение как раз потому, что они оказались еще не готовы сделать это прямо сейчас. Но есть еще большие причины, почему это должно произойти в 2020 году. Одна из этих причин носит название «Закон о банках для всех». Этот закон еще не подписан, но до сих пор находится в ожидании этого. В этом законе на официальном сайте Конгресса мы видим то, что любой федеральный банк должен до 1 января 2020 года сделать доступными кошельки для цифровых долларов для всех резидентов и жителей США. Я показываю вам это прямо сейчас на своем канале, не только потому, что хочу, чтобы вы это знали. Я показываю это еще и потому, что 99% населения планеты не обращает внимания на то, что вообще происходит. И эта информация, и это расследование, это то, что уже делает нас новым 1%, новым элитным 1%. Именно поэтому я работаю и работаю каждый день настойчиво и упорно. И вот почему мы вместе пройдем этот путь до самого конца. Мы сильны и внимательны. И вот почему мы получим свою награду тогда, когда остальные 99% будут пытаться нас догнать. Друзья, меня зовут Богатейший Дип. Поставьте лайк, если это видео было вам интересным. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok